Всем привет! Сегодня у меня хорошие новости. Похоже, что в Adobe наконец-то начались работы по ускорению After Effects. Multiframe Rendering. Эта новая фишка стала доступна в бете 18.1, и судя по этой табличке с официального сайта Adobe, она позволяет ускорить ваш рендер до трёх раз. Поэтому я предлагаю вам сейчас вместе со мной посмотреть на результаты тестов, которые я проведу, и узнать, так ли это на самом деле и как работает новая функция уменьшения времени рендера в реальности, а не в красивых корпоративных отчётах. Напомню, что на моём канале есть плейлист с видосами про оптимизацию After Effects и всякие интересные фишки с его производительностью. Там вы можете обнаружить мой тестовый проект, который я сейчас и буду использовать в этом обзоре, так что в принципе вы можете скачать его и повторить те же самые действия на своём компьютере и сравнить с тем, что получится у меня. Все ссылки я оставлю в описании, заглядывайте, не стесняйтесь. А непосредственно перед тестом новой беты давайте вспомним, как рендерилось раньше. Вы сейчас на экране видите, как происходит рендер тестового проекта в After Effects 2021 версии 18.0. Это не бета, это релиз, который вышел на днях. Я решил проделать этот рендер и в нём, чтобы сравнивать не только старые, но и текущие версии. Где-то сейчас вы увидите на экране, собственно, сколько по времени рендер занял в этих условиях, но и на экране можете наблюдать, каков уровень загрузки на процессоре. Казалось бы, от этих результатов можно отталкиваться, но вот так выглядит рендер в After Effects 2019 версии 16.1.3, если не ошибаюсь. Ещё, как видите, старая иконка нормальная такая, не которая сейчас, которую я вообще даже не отличаю между собой, у всех программ абсолютно одинаковые стали. Здесь вы видите небольшую вот загрузочку. Здесь я включил запись экрана, поэтому нагрузка на процессор увеличилась, но даже предыдущие данные показывают, что нагрузка на процессор, на ядра, вот эти вот пики идут гораздо плотнее, чем они идут в 21 версии. Итак, рендер подходит к концу, сейчас уже будет завершение, и, как мы видим, для меня, я сейчас заградил и поэтому не знаю, какой результат, вы видели нагрузку, короче, на процессор, и вот это вот значение 13 минут, это, ну, наверное, лучшее, которое я смог получить в After Effects, в принципе, вообще на этом проекте, на этом компьютере, поэтому от него я и буду ориентироваться. Ну и вы сами можете сделать вывод по сравнению с версией 2021 года 18.0, что рендер 17 минут. Стал это, на мой взгляд, очень плохо, появилось не только в 2021, но это уже в 2020. Мне многие в комментариях тоже писали, что новая версия, ну, того года имеется в виду новая версия, она стала гораздо тормознее. А вот и новая версия 2021.18.1 бета. Как видите, здесь появилась дополнительная галочка, которая отвечает за обновленное ускорение, и с этой включенной опцией я рендерю этот файл, и мы потом сравним с тем, что получилось из версии 2021.2021 без беты. Здесь немножко поменялся интерфейс, но по обновлению у меня будет отдельное видео, здесь касается только скорости рендера. Вот уже интересно. Зеленый, я так понимаю, это то, что считается одновременно, но теперь информацию о новых кадрах можно получать вот из этого маленького окошка. Здесь показывается, в общем-то, нас интересует, ну, наверное, среднее время на кадр. 3 секунды, примерно было столько же и 2019 версии. Здесь, кстати, сразу видно, какая большая нагрузка идет на процессор, и мы, ну, ожидаем действительно здесь увидеть какую-нибудь разницу. Обновцы обещают для моей конфигурации, ну, хотя бы 20-30 процентов. Итак, рендер подходит к концу. Я сам не знаю, что получится, и немножко так переживаю за результат. Хочется все-таки, чтобы это ускорение не чувствовалось. Как видим, среднее время на кадр, ну, оно меньше 3 секунд. А меня больше всего как-то расстроило. Смотрите, какой у процессора график стал беззубый. Слишком много пустых дырок. Уже за 11 минут мы переступили, так что я, наверное, думаю, будет 12 с половиной или те же самые 13 секунд. Если будет больше 13, для меня это будет плохой результат. Ну, вообще, хотелось бы минут 10 увидеть, да? По сравнению с 2019 версии, это было бы тогда действительно ускорение, ну, 1, там, 1,2. Ускорение, конечно, по сравнению с 2021, когда там 17 минут, это, ну, я не знаю, они что-то сломали, мне кажется, 2020 версия, поэтому она такая тормозная, и сравнить с ней я не собираюсь. Но пока что-то оно не очень вдохновляет меня, если честно. Ага, 12 с половиной минут. Ну, примерно такой же результат я и получал в одном из своих тестов, которые проводил то ли прошлой весной, то ли летом. Ну, что сказать. Ну, я немножко расстроен. Я ожидал гораздо большего. Такое ускорение, знаете ли, сначала затормозить программу, а потом ускорить ее. Хочется думать, что у тех, у кого более современные компьютерные системы, у кого больше ядер, больше оперативной памяти, и у них будет получше, потому что вроде как это задействовано на многоядерные процессные системы. Видели, что у меня вот этих конкурирующих кадров, там было 4 штуки. Соответственно, у кого 16 ядер, там будет, наверное, прирост гораздо сильнее ощущаться. Во всяком случае, я на это рассчитываю. Ну и буду благодарен, если вы тоже что-то у себя попробуете, и какие-нибудь комментарии напишите, чтобы примерно понимать, в какой мы в мире оказались. Ну, вернее, окажемся в скором будущем, когда эта версия After Effects из беты превратится в релиз. На сайте Adobe FACI, который посвящен как раз Multiframe рендерингу, у них внизу есть табличка, которая, собственно, и говорит, какой прирост примерно вам стоит ожидать. В одном из своих предыдущих старых очень видосов, где мы рассматривали, как на одном компьютере одновременно рендерить несколько кадров в After Effects, там прирост достигал ну тоже двух-трех раз. Причем на той старой, то есть моей текущей машине, она достаточно старая. И вот на ней я прирост добивался в два-три раза только за счет того, что рендеринг распределялся на нескольких процессах. Здесь же нам предлагают, чтобы получить прирост такой скорости, купить компьютер от 16 ядер до 64 и с офигенным количеством оперативной памяти. К тому же, здесь вот можно найти, что этот, короче, метод использует какие-то плагины, которые должны быть оптимизированы для этого рендеринга. И даже сейчас их всего лишь 200 штук. По идее, все остальные производители, ну там Красный Гигант, Element 3D, вот тот же самый, они должны быть дополнительно оптимизированы разработчиками, то есть мы еще должны обновлять плагины в итоге, чтобы это работало. Напомню, что вот в своем тестовом проекте, здесь используются только стандартные плагины. На самой страничке с обновлениями, в самом низу, у них вот есть как раз интересный видос про сравнение старого и нового рендера. Здесь внизу вот видно преимущество во времени и мы видим, что тут больше чем в два раза. Этот проект можно спокойно скачать в FAQ, я это сделал, сейчас я его и как раз запущу на рендер, посмотрю вот с этой включенной опцией. Очень уж мне интересно, что здесь получится. Ну как видим, процесс запустился, здесь вначале простая графика идет и нагрузка на процессор прям под сто процентов. Я в After Effects, честно говоря, такого отродесть не видал, без каких-то специальных средств, ну достаточно неплохо выглядит. Потом тут какие-то эффекты усложняются и соответственно рендер тоже уже не такой шустрый. В общем не стал я ждать завершения этого рендера, как видите прошло 40 процентов примерно, это 10 минут и еще мне сказали, что 20 минут мы будем сидеть. Для меня этот тест так много не значит, чтобы тратить на него столько времени, но даже уже с этой ускоренной новой фишкой я явно проигрываю тем показателям в 9 минут, которые были у них на сайте. Как видите, загрузка на центральный процессор сохраняется очень плотная на протяжении всего рендера. Доходя до того, что программа захвата просто уже отваливается и отказывается работать, мышка двигается с задержками. На мой взгляд, отодобовцы немного тут переборщили. Я решил заодно еще и протестировать тот старый ручной метод, запустив рендер в 3 потока, чтобы забить процессор, ну не 100 процентов, но процентов 80-90 и посмотреть, что из этого получится. Заодно может намайню себе на новый компьютер. Ну да, ну да, пошел я нахер. Рендер подошел к концу, мы здесь видим, что время в районе 13 минут, соответственно не сильно отличается от бета-версии и от After Effects 2019 года. Зато он на 4 минуты отличается от 2021 года, в котором, если запускать нормальный рендер, он занимал, как вы помните, 17 минут. Картина для меня достаточно странная, по моим ощущениям раньше прирост был побольше, а сейчас все как-то скатывается к этим 13 минутам, так или иначе. Но получается, что даже такой консольный рендер все равно быстрее и лучше, чем стандартный рендер. Короче, я жду, что Adobe здесь что-то серьезно поменяет. Пожалуй, вот и все. Как говорится, выводы вы делаете сами, а я буду рад почитать ваши комментарии, если вы проведете соответствующие тесты и сравнения у себя на компьютере. Я результатом разочарован, но однако это хоть какое-то движение в сторону оптимизации After Effects под современные системы. Буду дальше следить за этой темой и надеюсь, что из нее что-то получится хорошее, а не как обычного Adobe, что потом приходится вырезать и делать вид, что этого никогда не было. Ну конечно же не забывайте ставить лайки, скоро будет видео про обновление After Effects обычное 18.0, там появилась одна интересная фишка, которую я уже несколько лет прям жажду. Ускоренного вам рендера, пока!